И вновь доброго времени суток. Так, ключ не вынимается из замка. Взят рисунок. На мешках лежат семена. На полках стоят банки с краской, инструменты с коробкой с шрубами. Ага. Вещи, больше ничего нет. Ладно. Что это? Что за рисунок? Угу, хорошо. Х рисунок. Рисунок со схемой. Ага. Угу. Что-то касательные колонны, да? Угу. Где я видела колонны? Где я видела колонны? Тут, что ли? Еще раз. Колонны раз, колонна два. Так. Ага. От средней колонны четыре вниз. Четыре вправо. Так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Или нет? Это колонны какой тогда? О, сложно как. Вот есть еще какие-то колонны? Так. Руглевые виды с татой. Статую передвинулась. Я за нее рада. Так. Что это, цветочек? Ладно, надо подумать. Оба-на. Нашла. Копать. Ну-ка. А ну-ка. Взять серебряный ключ. Ручка лопаты сломалась во время работы. Все прогнило в этом тухлом месте, а? Ты подумай об этом. Усю прогнило. Странные символы. Цвета с глазами. Лопаты нет. Бочка, заставившаяся водой. Да, такое лучше не пить, траванюшеса. С этим я согласна. А где тут был серебряный замок-то? Что-то я его и не видала вовсе. Оба-на. Здравствуй. Она преследует меня. Человек, не параной. Паранойя тебе не поможет. Она не тебя преследует. Она... Просто гуляет. Думаю, лучше так. Что это? Ага. Ключик отседого. Ясно. Естественно, он не вынимается из замка. Странно, если бы он вынимался. Так, раз и приныкать к ключу. Ключ. Жестоко. А вдруг-то был кто-то забурован. В цементе. В этой статуе. Ава-ду-ду-дук. Ух ты ж, ёкарная баба. Как много всего. Что это? В челезр идет фильм. Знаете что? Я, пожалуй, сначала сохранюсь. А потом уже посмотрю фильм. А ну-ка. Позавчера я нашел записку. Она лежала у меня на кровати. Ни хера себе, подумал я. Потом вспомнил, что моя комната была заперта. В моей записке было сказано, что я должен войти в красную дверь. Почему бы и нет, подумал я. Но нет, лучше я не буду этого делать. Там, за дверью, что-то есть. И оно ждет, чтобы мы пришли. Не знаю, что там такое. И знать не хочу. Завтра я попытаюсь сбежать отсюда. Фига себе. Эвана, че как? Вернись. Прыгун. Новые ножнички. У нас же там был сундук. Перевязанный. Перевязанный ведевочкой. Где-то был внизу сундук. Такой прям здесь волшебный. Прям здесь великолепный. Что это? Пара кирпичей отсутствует. Так, с нами вниз. Ты за мной пойдешь? Наверное, да. Где? Тут? Там? Там. Угу. Так, я могу разрезать веревку ножницами. Давай. Ножницы больше не нужны. Ну почему же? Ножницы всегда полезны. Возь, я да золотой корюч. Самое время засейвиться. Я просто маньяк сохранения. Я знаю. Но если здесь не сохранятся, то однажды придет трындец. И придется перепроходить заново. И это трата времени. Ты знаешь его? Она совсем свалила. По-моему, она нашла дверь. С выходом дороже. Статуя, статуя. Куда же ты без меня пошла? Ну-ка. Да, да. Я в курсе, что у нас ключи прилипают к замкам. У-у-у. Она ждала меня. Дождалась. Из армии. Хе-хе. Так, садово инструменты. Упс. Ножки целы, чел. Ножки целы. Плитка нет. Чего не ясно. Главное, чтобы нас не заставили делать ремонт после этого. Дверка. Эх ты ж, господи. Ох ты, мать твою. Куда я иду? Где я? Кто я? Когда я? Что я, мать вашу, делаю? Дайте мне хоть одну приличную загадку. Что это? Пропасть. Как оттуда попасть? Ох ты ж. Дверка. Внутри сложены ржавые трубы. Я, если вдруг напомню, что это стоит на мусор. Ой, как сейчас сложно. Ты посмотри на это. Так. Здесь заперта. Естественно. Так. Что это? Одной кнопки не хватает. Один кнопки не хватает, очевидно. Ты права. Ты права. Так. Определенно, что код какой-то есть. С очередностью надо подумать. Так. Так. Я не знаю, что я сделала, но я что-то сделала. Квадрат, треугольник. По-моему, круг, шестиугольник. Что-то я сделала. Так. А ну-ка. Мост дали. Посмотри. Ты посмотри. Это что было? Там был скример. Коник. Ну-ка. Я в тебе серьезно разочарован. Ты испытывал мое терпение очень долго, но я не теряла надежды. Я верил, что однажды ты сможешь извлечь урок из своих многочисленных проступков. Но всему есть предел. То, что ты сделала, непростительно. Поскольку ты не хочешь отказаться от своего... От социального поведения, мы вынуждены принять меры. Ты заслуживаешь наказание. Как ты, старый кузел, что ты там с девочкой делать собрался, а? На листке бумаги нарисована пирамидка. Здесь сложны несколько погнувшихся трупов. Подзорные ключи. Возьми один! Добанешь кому-нибудь по башке? Ох ты ж! Здрасте. Так, куда дальше-то? Не знает. И... И... Пирамидка. Ага. Ну-ка, дай подумать. Ну, если речь о пирамидке, то... Опаньки. Что там? О! Дверка! Здрасте. Это вихор? Это вихор? Ну? Давай! Спасайся! Что там? Еще какая-то улика? Нахуй, это скровяка. Темная комната с минной кровякой. Что это? Так. Бензинчик. Слишком все так японо-матери. Ну мне ж не дадут. Как грустно, когда маньяка-поджигатель не дает ничего поджечь. Эй. Нет двери, что ли? Ну серьезно, такие вот мистические приюты надо сжигать. Тут явно, что-то нехорошее происходит. А он теперь просто на выход, что ли? Да, там открыто! А я думала, второй раунд на головоломок. Сейчас нас опять поймают. Второе предупреждение, а потом все. Гамовер. Оказывается, он носит этот... Знаете, что это такое? Это маркер. Точнее, фломастер с тонким кончиком. И наш чувак носит его с собой, чтобы общаться с окружающими. То есть он где-то пишет... То ли на бумажке, то ли у себя на руке. Что он хочет сказать. Прикольно, да? Шкафчик пьюст, шкафчик пьюст. Шкафчик пьюст. Непонятно, расчерченные листы. Прошлогодние личные дела. Прошлогодние личные дела. Комната кайтери. Дверь заперта. И слава богу, что заперта. Слово серебро в молчании золота. Что? Не мой, то об этом хорошо, знает. Слишком темно, чтобы что-то взглядеть. Наша задача надо быть фонарик. Душевая для девочек. Туалет для девочек. Классная комната. Ой, епт. Я много всякого повидал, но такое вижу в первый раз. Взломать замок? Как тебе только в голову пришло. Где Лаура? Лаура? Причем тут Лаура? Ее давно здесь нет, она уехала к родителям. А почему она никому об этом не сказала? Может быть, постеснялась? Ты же знаешь, у нее были трудности социализации. Ну, она... Хватит! Мне надоели твои фантазии. Немедленно иди в свою комнату. Серьезный, дядька. А слой какой? Как не кормленная собака. Луиса посадили под домашний арест. Интересно, что он натворил. Хорошо, что Кайдель нас не заметил, нам повезло. Теперь он будет на стороже. Я лучше подожду пару дней со смартфоном, пока все не успокоится. Когда ты ушел, я вернулся к себе в комнату. Мне было очень страшно. Лучше бы я искала дальше. Ладно, теперь уж поздно думать. А ты нашел что-нибудь? Приключение на попу нашел. Сойдет? Хочешь, чтобы я пошла с тобой? Привет. Хотите сыграть? Нет. Да ладно, давайте. Адрин хотел нам кое-что показать. А? А что именно? Вчера я ходила в подвал, там что-то было. В подвале? Я вам сразу говорил, что... Но вы мне не верили. Помолчи. Адрин, что ты имеешь в виду? Я сам не понимаю, что я там видел. Но это было больше, чем... Но это было больше не под... Больше не был подвал. Вы бы представить себе не можете, на что это было похоже. Какое-то очень странное место, как будто я попал в другой мир. Вы решили разыграть меня, да? Не-а, я говорю правду. А еще я видел вещи других ребят. Платок Лауры и Чмодана Алекса. Но ведь они давно уехали. Об этом и речь. Понимаешь, что это значит? Алекса и Лаура никогда не уезжали отсюда. Глупости не говори, у них есть родители. Думаешь, что ты смог бы скрыть пропажу двух детей? Кайдель, может, и дурак, но уж точно не псих из фильма ужасов. Не кто-то, что-то. Боже, да вы оба свихнулись. Она у нас реалистка, да? Она поверит только тогда, когда оно окажется прямо перед ее носом. Почему бы ей не пойти в подвал и не посмотреть самой? Хотя, могу ее понять, мне тоже бывает страшно. Я раньше хотела сходить в подвал и обыскать его, но потом решила оставить все, как есть. Хорошо, что есть такие люди, как ты и Луис. Люди, способные на поступок. Я не считаю себя особенно смелым. Да ладно, я бы на твоем месте уже давно штаны наложила. Зато честно. Зато честно. Алекса был в этом другом мире. Он мне ни разу не говорил, но откуда он смог знать то, что он рассказывал? Все свои истории я услышала от него. И про то, что в приюте живет оно, и про то, что здесь иногда пропадают люди. Он вправду был хорошим другом. Довольно застенчивым, несмотря ни на что. А я был полной его противоположностью. Может быть, именно поэтому мы и относились друг к другу так хорошо. Им нужен был человек, который бы его заводил, а мне нужен был друг просто, чтобы поговорить. Если он до сих пор здесь, может быть, мне нужно ему помочь? Ну и что? Я подумала. Поняла, что раз уж ты обострюшся, даже просто оказавшись там, то сиди-ка ты смирно, я сам. Лучше не ходи в подвал, я поищу Алекса сам. Серьезно? Спасибо, я твой должник. Тьфу, ясен день. Консерву не стыбишь. Ты не передумал? Не хочешь сыграть? Не, у меня есть дела положнее. Я хочу немного отдохнуть. Как скажешь, не буду тебе мешать. Ты подслушивал, старый козел? Сегодня утром я обнаружил, что одна из дверей в холле стоит открытая. А я уверен, что закрывал ее. Там что, мои отпечатки, что ли, остались? Ты на что намекаешь? Где доказательства? Ты ничего не хочешь мне сказать? Ничего не знаю! Она открылась от сквозняка. А сквозняк пришел, вскрыл замок и открыл дверку. Да, так и было все. Так обычно и бывает. Это полторы есть открыл. Вообще. Я тут ни при чем. Было бы очень грустно, если бы ты начал свое пребывание здесь со социальных поступков. Да, точно, я знаю. Это было бы очень грустно. Если ты случайно узнаешь, что кто-то из твоих знакомых собирается пойти в закрытую часть приюта, мне бы хотелось, чтобы ты настучал, да? Сейчас. Мне бы хотелось, чтобы ты сразу рассказал мне об этом. Ну, конечно. Войдешься. Так будет лучше для всех. Ну, вот и хорошо. Больше я тебя и не прошу. Старый сукин сын. Старый злопный сукин сын. Ладненько, продолжим приключение нашего чувачка в следующей серии. Это был канал Nocommons Paradox. Игра это приют. Досхейм. Если у вас есть совесть, если вам понравилось, то пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, если не подписаны. Если у вас нет совести, то мне вас очень жаль. Просто искренне жаль. Потому что бессовестных людей никто не любит. А так, хорошего времяпровождения, услышимся в следующем видео. Пока.